Шамати, статья девяносто первая. Подменный сын. В книге Зор повествуется о Руване, сыне Леи. А когда был Яков с Леей, то воображал Рахель. Правило же говорит, что если он думал о другой, то рожденный в такой ситуации ребенок называется подменным. Зор же объясняет, что хотя думал Яков о Рахеле, но был уверен, что находится с Рахелью, а подменным сын называется, если бы думал о Рахеле, а на самом деле был бы в это время с Леей и знал об этом. А если думал о Рахеле и был уверен, что он с Рахелью, то рожденный не считается подменным. Смысл в том, что духовные ступени относятся друг к другу как причина и следствие, и как печать к отпечатку. Каждая низшая ступень – это отпечаток от более высшей, а печать и отпечаток всегда имеют противоположные свойства. Поэтому то, что в мире Брия называется нечистым желанием, клепа, эгоизм, в более низшем мире Яцера считается чистым желанием к душа, альтруизм, святость. А то, что в мире Яцера считается нечистой клепой, считается чистым в мире Осия. Когда праведник исправлением своих желаний достигает определенной духовной ступени, он сливается с ее чистыми свойствами. И если во время своей духовной работы он думает о иной духовной ступени, на которой считается нечистым то, что здесь считается чистым, то следствие, рожденное от такого действия, единения, называется подменной, потому что это ступени, обратные по своим свойствам друг к другу. Но Яков, мысль которого была о Рахели, думал о чистом свойстве Рахель и о действии также думал, что это на самом деле Рахель. И поэтому и в мысли, и в действии было на одной ступени Рахель, а потому здесь не присутствует свойства Лея. И значит, нет подмены.